Меня привели на фигурное катание. Я занимался где-то месяц, у меня ничего не получалось, мне это не нравилось. И как-то раз отец решил отвезти меня на хоккейный матч. И после этого я сказал, что больше не уйду на фигурное катание никогда в жизни. Так началась история Дмитрия Рашевского, нападающего хоккейного клуба «Динамо». После того знакового матча он и сам взял в руки клюшку. Ну а сегодня его с особым интересом слушают ученики 68-й школы. Я приехал на матч звезд. Так посчастливилось, что меня выбрали. Я очень рад, на самом деле, люблю Челябинск и очень благодарен, что меня пригласили в эту школу провести для детишек урок хоккея. Встреча продлилась около часа. Для школьников общение со звездным хоккеистом стало интересным опытом. Вопросы для спортсмена готовили заранее. Хоккеист молодой, выдающийся. Ответил хорошо на вопросы, достаточно грамотно, полно. Мы ждали этой встречи и очень хотели встретиться. И все. Разделили восторг и ученики 23-й гимназии. К ним навстречу приехал Джереми Брака, игрок хоккейного клуба «Борыс». Языковой барьер был с легкостью преодолен. На самом деле у меня очень приятные впечатления. Все дети говорят на хорошем английском. Это значит, что они проделали достаточно серьезную работу в его изучении. Ребята задавали очень умные вопросы, поэтому я по-хорошему впечатлен. Я также хотел поблагодарить всех учителей и за их гостеприимность здесь. И да, я действительно впечатлен. Пожалуй, это самый лучший английский, который я слышал от детей. Встреча завершилась автограф-сессией. Некоторые в качестве ответного жеста вручили Джереми собственноручно сделанные подарки. А в 116-й школе своими спортивными привычками с юными горожанами поделился игрок хоккейного клуба «Трактор» Илья Карпухин. На самом деле мне играть при 7-тысячном стадионе менее волнительно, чем говорить на пару десятков учеников. Я понимаю свой статус в их лице. И мне хочется упасть грязь лицом и донести им что-то хорошее. Всего звезды КХЛ посетили 10 челябинских учебных учреждений. Игроки магнитогорского металлурга Сергей Мазякин и Егор Яковлев побывали в образовательном центре номер 3. Нападающий черно-белых Максим Шабанов встретился с учениками 148-й школы. А лидер клуба Антон Бурдасов выступил в школе номер 73. Марина Терентьева, Виктор Щелков, Урал-1. Марина Терентьева, Виктор Щелков, Урал-1.